Согласно одной из легенд, сын царя Македонии Филиппа, Александр, родился в ночь, когда Герострат поджег храм Артемиды Эфеской. Еще тогда персидские маги увидели в пожаре знак беды для Персии, и позднее их предсказания сбылись. А вот для Филиппа рождение сына было наоборот событием радостным и долгожданным. У тебя родился сын? Сын? Царица родила три недели назад? У меня сын. Александр. Такое имя ему дала царица? Александр. Как царица? Она приветствует тебя? Точнее. Филипп, славься, славься. Олимпия, жена твоя и царица родила сегодня Бога. Родители каждый по-своему любили сына, но не ладили между собой. Тем не менее, юный Александр получил хорошее классическое образование, которым занимался сам Аристотель, и освоил военную науку. Характер победителя Александр начал демонстрировать еще в раннем возрасте, когда приручил строптивого коня. Пултарх писал, что Филипп тогда крикнул Александру, ищи царство по силам своим, Македония тебе будет мало. В общем, легенды о жизни юного наследника стали появляться сразу после его рождения. Сделаем это вместе. Оседлаешь этого коня, тогда, Зевсом клянусь, сможешь править миром. Филипп II Македонский в то время готовился к походу в Малую Азию и военным действиям против персов. Персидская империя была региональной сверхдержавой, поглотившей всю Малую Азию и большую часть Северной Африки. Обладала колоссальным влиянием, а это совсем не устраивало греков. Кроме того, у них были еще более веские причины атаковать персов. Филипп Македонский, а вслед за ним и Александр, шли на восток, имея официальную цель освобождения греческих городов от персидского владычества. Дело в том, что на западном побережье Малой Азии было немалое количество греческих полюсов, которые в конце 6-го, в начале 5-го века до н.э. подпали под персидский гнет. И освобождение этих городов дарованием полюсных прав, дарованием свободы было официальной целью сначала Филиппа, а потом Александра Македонского. Александр очень быстро стал применять свои управленческие таланты. Уже в 16 лет он руководил подавлением восстания медов, а в 18 командовал левым флангом армии отца в сражении при Хиранеи. Тут стоит отметить заслуги царя Филиппа. Именно он создал сильнейшую на тот момент в регионе армию из солдат-наемников, покорил крупнейшие полюсы Афины и Фивы и спланировал большой поход на Персию, который уже через несколько лет предстоит совершить его сыну Александру. Македонский привлек себя на службу многих греческих специалистов, которые помогли ему армию перевооружить, дать ей тараны, дать ей осадные машины, создать наминитую македонскую фалангу, которая была более маневренной и более быстрой, чем греческая фаланга. Фаланга! Смирно! Александр стал царем в 20 лет после внезапной гибели Филиппа и принялся реализовывать отцовские планы. Он избавился от конкурентов на престол, заметно снизил налоги и разрушил город Фивы, который не захотел ему подчиниться и превратил его жителей в рабов. Следующий Александру Македонскому должна была покориться Азия. Не может быть двух солнц, и в Азии не будет двух царей. Таковы мои условия, если Дарий не трус, прячущийся за спинами солдат. Завтра он выйдет и станет биться со мной. Везде, где он шел по ранее освоенным грягами территориям, он получал статус, который свидетельствовал о его роли спасителя, освободителя. У него были прозвища Сотер, спаситель, Эвергет, благодетель. За три года македонская армия завоевала огромные территории. Империя Александра стала поистине великой. Такое же прозвище после окончательной победы над персами получил и молодой царь, который за это время не проиграл ни одного сражения. Александр перенес столицу своей империи в Вавилон. Его царство богатело и ширилось. Теперь оно простиралось от Дуная до Инда. Однако Македонский не планировал останавливаться на достигнутом и предпринял поход в Индию. Он опять не проигрывал сражений, но в какой-то момент не смог убедить своих солдат двигаться дальше. Они слишком устали и готовы были взбунтоваться. Александру пришлось отступить, как он считал, на время. Плюс ко всему, индийский поход стал последним для его любимого коня – Буцефала. Александр вернулся в Вавилон, где неожиданно умер от лихорадки непонятного происхождения в 323 году до н.э. Ему было всего 33 года. Он был полон сил и планов. И неизвестно, каких бы размеров достигла его империя, проживи он еще десяток лет. В любом случае Александр Македонский остался в памяти потомков, которые жили через 300, через 500, через 700 лет после его походов. Как некая идеальная фигура, некий архетип правителя, полководца, мудреца. Он был одним из самых блестящих военных стратегов, каких узнал этот мир. Он обладал удивительной энергией для решения самых глобальных проблем, огромными амбициями и желанием действовать. Он успел сделать много, но, похоже, далеко не все, что планировал. Но главным итогом его эпохи стал расцвет греческой культуры. Александр перевернул старые представления об окружающем мире и изменил сам мир. Александр же был не просто силен, он был Прометеем, другом людей. Он изменил мир. До него были племена. А после все стало возможным. 18 великих Александрий возвел он по всему миру. Это была империя. Не земель и зла, но уманд. Эллинская цивилизация. Открытая. Для всех.